Ну что, всем кукусики молодые, с вами, как обычно, Паша Клейнс, и мы сегодня с вами размениваем четверток, а именно сегодня у нас 25 серия по Блэк Раша. Вот, у меня сейчас супер раннее утро, поэтому мне, ну, голос только проснулся, грубо говоря. И прямо сейчас я буду улучшать всяко-разно свою семью и расскажу, что вообще и как у нас происходит, и также я перегоню приличное количество тачек. Ну что, братанчик, как только ты залетаешь на сервер, тебе обязательно нужно ввести мой промокодик. Ты делаешь это через МН, да, вот таким вот образом, здесь у нас будет промокод, 11 пунктик, и здесь ты у нас пишешь хэштег Клейнесси. Вот таким вот образом это все у нас выглядит. Это у нас определенные бонусики дает, я думаю, ты уже, в принципе, сам знаешь, какие. Давайте я быстренько сделаю чек-прому, хотя я это делал буквально вчера, наверное. Это для того, чтобы я всякие бонусики с вас там забрал, всякие разные. И 180к, это довольно неплохо, уже 639 активаций. Я надеюсь, что у нас будет как можно больше активаций, почему бы и нет. Так, ну и, собственно говоря, это самое, что мы теперь будем-то делать. Смотрите, я ввожу в FM, я увидел ваши комментарии, что можно вот таким вот образом делать, а не FAM-меню писать, да. Вот таким вот образом я сюда захожу, и что мы видим? Что касаемо улучшений. У меня уже есть определенные улучшения на складе непосредственно, то есть у меня уже пятый уровень, ну точнее четвертый. Правда, сколько это стоит, я так и не понял на самом деле. Я так понимаю, 5 миллионов, что ли, или что, или как это работает. Короче говоря, здесь уже очень много чего можно сделать, так сказать. Вот, четвертый уровень склада мне дает определенное количество слотов всяких и так далее. Я думаю, вы это уже и сами поняли. Вот, и также я улучшил количество членов семьи, а то мало ли, все-таки кто-то из вас еще захочет непосредственно сюда вступить. Учитывая, что пока что роликов выходило не так уж и много по семье, то на данный момент у нас 22 человека, улучшение склада 4 из 5, оружие 1 из 7 и состав 2 из 7. То есть, денег у нас здесь может быть до 4 миллионов. Пока что нету материалов, масок не очень много. Ну и канистры бензина, бронежилета, вот эти вот все моменты и так далее. Это у нас, соответственно, все есть. Ну что, давайте я выйду из дома, и сегодня я бы хотел перегнать свои тачки непосредственно в семью. Тачек у меня очень много, они мне все повыпадали с рулетки, и я так понимаю, что мне, скорее всего, придется еще и дополнительные слоты под тачки покупать, да уж. Ну, ничего, как говорится, страшного, если что, то я все сделаю. Слушай, братанчик, ты поставь, пожалуйста, лайкосик, а то сейчас чуть мало лайков, то вот эти моменты, что-то мне вообще не очень нравятся. Но, в принципе, вы хотя бы ставите, это уже хоть что-то. Так, ладно, давайте зайдем в рулетки. В рулетки мы вот сюда заходим и видим, что у меня тут первая машина, это камрюха. Но для начала мне, конечно же, нужно будет вот эти вот все моменты где-то дозаспавнить. Вот, машинок здесь будет много, они будут очень даже приличные. Да, я понимаю, что я их могу продать, допустим, да, выручить там 20, 30, 40 лямов, 100 лямов может быть. Но, в конце концов, моей семье тоже нужно на чем-то кататься. Соответственно, я ввожу кар. Так, на чем я поеду? Давайте я поеду на Урусе. Раз, что у нас делюга-то такая жесткая. Загрузить на месте парковки. Так, и ваша машина сломана. Опа, даже так. Ну, ничего, как говорится, страшного. У меня с собой всегда есть инструментарий, конечно же. Заходим в инвентарь. У нас здесь есть ремнабор. И мы его используем, конечно же. Я успешно починил машину. Все супер и прекрасно. Она у меня с номерами. Но она не прокачана, короче говоря, пока что. Но я не вижу смысла ее пока что прокачивать в ролике вот эти вот делать беспонтовые серии. Смотрите, я прокачал машину, классно. Вот, да, я понимаю, что я, в принципе-то, уже как бы делал подобный ролик с Приорой. Но, извините меня, 2 миллиона на Приору. Это очень даже прилично. Так, ну, собственно, что? Теперь мы включаем двигатель. И я спавню первую тачилу. Как я ее заспавню-то? Ну, заспавнить я ее пока что не смогу. Я пока что из рулетки только ее могу вытащить. Первая это будет камрюха 3.5. Да, я хочу себе в аккаунт ее забрать и посмотреть, где она по GPS у нас находится. А этого я пока что сделать не смогу. Значит, я выгружаю мою машинку, которая сейчас на мне, так сказать. Так, кара у нас здесь есть. Вот она, камрюха. Прекраснейшая. На GPS отметить. Все, я ее отметил. Так, теперь опять кар. Lamborghini Urus, конечно же. И мы сейчас на месте выгрузки. И вот так вот делаем. Блин, слишком близко от места. Еще раз, значит. Надо вот так вот. Хлоп. 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 Ага, прекрасно. Сейчас она появится. Вот она сладенькая моя машина. Жесткая. И, соответственно, мы сейчас... Так, где она у меня появилась-то хоть? Она у меня появилась очень даже близко. То есть, смотрите, вот он мой дом. Именно поэтому я и взял, собственно говоря, домик непосредственно в этой области. Потому что прямо совсем рядом здесь вот эти вот все штуки находятся. К слову, ребят, я жду от вас советов касаемо того, где мне расположить дом семьи. Пока что все мои ребята спавнятся непосредственно на моей квартире. По функционалу этого, в принципе, достаточно. Но было бы, мне кажется, прикольно, если бы у нас был какой-нибудь прикольный домик. Например, где-нибудь на Рублевке. Не знаю, сколько они стоят. В принципе, мы можем скататься и посмотреть. Если я не забуду, то, скорее всего, мы так и сделаем. Так, ладно. Сейчас я доеду, собственно говоря, до моей камрюхи. И мы будем потихонечку, понемножечку продолжать. Да и вообще, мне кажется, что это будет очень-очень долгий процесс. Поэтому, пожалуй, я вообще пропущу все вот эти вот моменты, связанные с тачками. По крайней мере, вы увидите их в списке. То есть, чтобы вы понимали. Смотрите, я сейчас захожу в FM, да, FM. И у нас здесь есть автопарк. И в автопарке у меня пока что мой Force Mustang только и все. Но их здесь будет гораздо больше. Соответственно, что? Соответственно, все, просто ждите и все. А то вот это время тратить моменты, может, что-то не очень хорошо будет вообще. Ну что, ребятки. У меня тут пришло время того, что в автопарке закончилось место. Давайте глянем, сколько, в принципе, уже я перегнал тачек. Итак, собственно, автопарк. И, как вы видите, у меня тут уже камрюха, Kia K5. Ну, Ford Mustang этот же самый. Toyota Camry 3.5, Kia K5. То есть, по сути, всего лишь 5 мест. Но мне придется купить дополнительное. И я это смогу сделать только с помощью донутика. То есть, я вот так вот сейчас выхожу, нажимаю сюда, донат. У нас тут есть услуги непосредственно. Где они? Вот они, услуги. Самый низ. И у нас здесь есть доп-сло для автомобиля в семью. 300 рублей от самого сердца отрываю, что называется. Поэтому хлоп, покупаем. Да-да-да, конечно же. И, соответственно, открываю дверки, залезаю. Хотя, зачем это было лишнее? Ну, ладно, сойдет кар. И, конечно же, добавить авто в семью. Но, как я и говорил, один из моих Урусов будет тоже в семье. То есть, он уже будет непосредственно для заместителя. Вот. Для того, чтобы он катался, кайфовал, туда-сюда делал, разносил, туда-сюда. И все было у него чики бомбита и вафлита. Соответственно, я сейчас делаю вот таким вот образом. Вот он мой второй Урус. Так, я отмечаю его на GPS. И сейчас я до него сгоняю. Но, чтобы не терять особо времени, я захожу в донат. И непосредственно здесь что я делаю? Я захожу в услуги и покупаю еще один дополнительный слот на автомобиль. Подожди, я же только... Ну да, все правильно, все правильно, да. Вот. В принципе, как мне кажется, есть смысл, наверное, убрать Ford Mustang непосредственно из вот этих автомобилей. Что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, напишите. Я только сейчас заметил, что это грязненько. Ну, короче говоря, ребятки, пишите. А я тем временем в следующий автомобиль. Так, вот смотрите, чел пишет. Паш, чё не спишь? Тачки добавляю. Тачки добавляю. Соответственно, как-то вот так вот, ребята. Ожидаем? Ну что, ребятки, вот и последнюю точилу. Я уже наконец-таки перегоняю непосредственно в сторону моей семьи. Чё я такой красный вообще? Боже. Мне кажется, я перегорел на солнышке. Вы же видите, какой я красный. Красномордый. Так, ну и, собственно, вот эта вот мочина у нас будет. Конечно, в дальнем немножечко углу. Но, тем не менее, все эти места я уже перезанимал очень жестко. Соответственно, чё? Я её вот сюда вот ставлю. Не могу припарковать. Нормально всё? Так. Ну, блин. Давай, паркуйся, пожалуйста. Гнида. Так, всё прекрасно. Так, я её паркую здесь и непосредственно добавляю, конечно же, в семью. Но я сразу же сделаю к ней доступ непосредственно только мистера зама, который у меня здесь непосредственно уже есть. Добавить авто в семью, конечно же. Как нет места в автопарке? Я же купил только что место в автопарке. А-а-а, я, походу, понял, в чём прикол. Походу, мы прямо сейчас с вами будем улучшать автопарк непосредственно. А чё ещё это сделаешь? Улучшение. Так, количество членов семьи. Нет, нифига, нужно докупать. Ну, ладно, давайте докупим чё там. Я вообще думал, что я уже всё купил. Подождите, FM. Вот у меня тут есть автопарк. Так, и у меня тут уже шесть тачек. Слушайте, чё я мозга компостирую? Давайте всё-таки я, наверное, возьму вот эту вот мочина. Вот эту вот мочина. Я её удалю отсюда. Я надеюсь, что всё будет нормально. Да, я хочу себе её вернуть. Спасибо большое. Нужно выгрузить уже загруженный транспорт сервера. Ну, ладно, хорошо. Так, я же припарковал, я надеюсь. Я вроде припарковал, да. Так, выгрузить транспорт. Дальше. Кар. Так, и... Нет, я не сюда зашёл. Мне нужно FM. Я, походу, придётся удалить мне Ford Mustang. Ну, ладно, зато у нас будет множество прикольных тачек. И, в принципе, они все четырёхместные. Так что я думаю, нормально. Так, ладно, автопарк. Непосредственно. Вот он, Ford Mustang GT. Я её удаляю пока что. Ага. Прекрасно. Так, и теперь... Даблинский. И теперь непосредственно захожу в Car. Вот сюда. Вот он мой Урус. Я его спавню непосредственно на месте парковочки. Слишком близко. Я уж подумал, слишком далеко было бы очень жёстко на самом деле. Ну, ладно. Так, вот он мой Урус. Ну, точнее, это уже Урус семьи, конечно же. На месте парковочки. Хлоп. Загрузилась родная. Прекрасно. Так, теперь мы что делаем? Мы вот сюда вот Car. И добавить авто в семью. Хлоп. Хлоп. И прекрасно. Такие вот дела. Так, а теперь чё? Теперь я захожу в FM. Непосредственно здесь уже нужно будет сделать автопарк. Вот она, собственно говоря, Урус. Да, Урус. Так, это немножечко всё не то, что я хотел увидеть. Хорошо. Так, управление семьёй может быть вот так. Принять игрока, блокировка чата. Нет, это мне ничего не надо. Вот сюда, значит, мне нужно. Во, права доступа автопарка к Урусу. Так, ну, собственно говоря, ранг только четвёртый. Её может вводить. А вот мы сейчас это всё, кстати, и сделаем. Управление семьёй. Так, ну давайте. А, это, опять же, не то. Настройка семьёй. Автопарк. Итак, ну, смотрите, тут, в принципе-то, они все одинаковые. Плюс-минус вот эти вот автомобили в автопарке. Но я считаю, что было бы неплохо, наверное, оставить всё как есть. Типа пусть все катаются на одинаковых плюс-минус тачках. Вот, но при этом при всём здесь очень много рангов. То есть первый, второй, третий, четвёртый. Ну и мой, соответственно, пятый. То есть четвёртый это у меня зам. А третий это блатота такая жёсткая, которая может кататься на всяких жёстких тачках. Мне кажется, что блатота может на камрюхе, в принципе-то, и двигаться. Почему бы и нет? Учитывая, что их всего лишь две. Поэтому я её поставлю с третьего ранга. Вот все остальные непосредственно будут у меня уже с нулевого ранга. Почему бы и нет? Так, изменить право доступа склада или автопарк? Нет, хочу автопарка, пожалуйста. Ну давайте. Так вот он автопарк. Камрюха 3.5. Давай, камрюха 3.5, конечно же. С третьего ранга опять же. Хлоп. Ну и всё. На всех остальных тачках можно кататься, в принципе, как обычно. Нормально. Так, что ещё я бы хотел? Тут у нас есть доступ склада непосредственно. Выдать разрешение на взятие склада и отобрать разрешение. Ну, я думаю, что я выдам разрешение кому? Видите, айди игрока. Не смогу нифига. Ну ладно. Соответственно, с этим я уже буду разбираться чуть-чуть попозже. И сегодняшний ролик вышел достаточно такой коротенький. Но, тем не менее, я перегнал все машины непосредственно в мою семью. То есть, вот смотрите, вот так вот делаю. FM опять же, автопарки. Вот они все мои лайбочки, которые я выбивал непосредственно с кейсов. То есть, Kia K5, Toyota Camry 3.5, Urus K5. Опять же, 3.5 и K5. Я считаю, что это достаточно приличненько и прикольненько. Единственный, конечно, момент есть, что я ещё номера на них не получил. Вот, по-хорошему надо было бы, да? Ну, наверное, я это всё сделал уже в следующих роликах. Это будет долго и мучительно. Пошли, 50, скинув второй уровень. Да, шкаф, хитрожопый, смотри. Второй уровень. Так, второй уровень. Уровень. Где он уровень? 100 тысяч, по-моему, у меня стоит. Могу ошибаться, но вы лучше уточняйте у Вайти. Он у нас всё знает. Это вот сейчас мой зам пока что. На момент сдачи, собственно говоря. А подожди. Ну да, 100 тысяч, всё вроде правильно. Ну что, с вами, как обычно, мой Паша Клейнс. Обязательно подписывайтесь на канал. Лайкос вот этот, ставь свой, братишка. Вот, и вступай в мою семью, пожалуйста, на Блэк Раши. Если что, то я играю на сервере Уфам. И не забывай, пожалуйста, вводить мой промо-код. Вот сюда. Вот ты его должен бить, если ты всё-таки хочешь меня поддержать. Но не должен чисто, а по желанию это всё делать, конечно. Ну и всё, огромное тебе спасибо за просмотр, дружище. Жду тебя на Блэк Раше и, соответственно, F9. Чё, всё? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok